Он просчитался во всем. Он не оценил Украину, он не понял, оказалось, что не понимает, что такое Украина, что такое вооруженные силы Украины. Оказалось, что он не знает, что представляют реально его вооруженные силы. Оказалось, что он понятия не имеет, какая будет реакция Запада, НАТО, Соединенных Штатов Америки. Он же всего этого не ожидал. Он не ожидал, что вот такие будут санкции, как они есть. Он этого не понимал. Слушайте, но это полнейшая дисквалификация ему, как офицера КГБ. Да, это вот почему. Я же вам рассказывал, что его не взяли в разведку в свое время. Вот поэтому и не взяли. Вот первая операция, самое главное его жизни и полный провал. Просчет по всем направлениям. Я думаю, что здесь еще сыграло роль окружение. Посмотрите, Медведчук рассказывал ему наверняка, что в Украине его ждут с хлебом, с солью Путина. Что вы только зайдите, вас тут будут встречать толпы радостных украинцев, чтобы вы их освободили. Я думаю, что ответственный за украинское направление генерал ФСБ Беседа, который по слухам сейчас в Лефортово, то же самое, я думаю, ему рассказывал, что у нас тут все четко, все хорошо, все подкуплены, агентура работает, все нормально. Я думаю, что Шойгу с Герасимовым, которые разокрали армию до безобразного состояния, российскую армию, тоже ему говорили, армия невероятно боеготова, все будет хорошо, несколько дней, мы в Киеве. Он наверняка получал однобокую информацию из одних источников, не пользуясь другой. Как вы считаете? Да, абсолютно. Я могу конкретный пример привести, вам станет ясно все. То есть, в стране ничего не меняется. Я работал под прикрытием ТАСС в американской редакции. Да. И там у нас была такая... Давайте скажем нашим зрителям, что вы были сотрудником резидентуры КГБ в Вашингтоне под прикрытием корреспондент ТАСС. Да, аккредитованный при Госдепартаменте. Я был в Госдепартаменте, представлен Госдепу. А когда я сидел в Москве, там у нас была такая вещь, как сводка называется. Ведь ТАСС, только незначительная часть этой организации работала на печать для народа, для публики. А большая часть ее работы, это было информирование руководства, вплоть до самого верха. И была вот такая вещь, как сводка, специальный отдел, который поставлял информацию каждое утро. Леонид Ильич Брежнев просыпался, и ему давали вот эту сводку, что произошло по стране и государству. И возглавлял эту организацию Никита Иванов. Он был алкоголиком, ну, просто убийственным, значит. Он выдавал эту сводку где-то к 6 утра, то есть, рано приходил на работу. С трудом даже досиживал до 11, тогда в это время открывали винные магазины. Потом он шел там через дорогу, выпивал с товарищами, у него местные были товарищи там, портвейну. Возвращался обратно, и после этого он был уже невменяемый. Вот заходишь к ним на этаж, заходишь в кабинет, там у них большой аквариум, цихлиды плавают. И все говорят шепотом, как на похоронах. А в дальнем углу возле окна сидит Иванов. Ну, в первый час он курил папиросу за папиросы, багровое лицо, открытое окно на улице, минус 30, окно открыто. А потом уже через час он уже спал до пяти и так далее. Ну вот, и однажды, значит, в таком виде его вызвали к генеральному директору, ну и уволили. Проходит три дня, звонят из ЦК КПСС. Что у вас происходит со сводкой? Вы что за ерунду несете? Вы в своем уме? Где товарищ Иванов? Что с ним? Да вот мы, понимаете, товарища Иванова уволили. Что? Товарища, да кто вам посмел вернуть немедленно? Товарища Иванова на руках чуть ли не вернули обратно и все. А выбирал он так. Он утром приходил на работу. У него был человек из ближайшего окружения Брежнева. Он ему звонил, и тот ему рассказывал, как спал Леонид Ильич накануне, какие сны ему снялись, какой ноги он стал, какие тапки он надел и так далее. И под это настроение товарищ Иванов ему поставлял информацию. Главное было, что позитивные эмоции. И он был виртуоз в этом деле, понимаете? И это олицетворяло всю систему. Так же было в КГБ, в внешней разведке, в ГРУ, в Кругом. И так же осталось сейчас. Вот я вам описал то, что сейчас происходит в информационном пространстве российского государства, созданного Путиным. Вы знаете, мы увидели в деле российскую армию. Конечно, многие думали, что российская армия, ого-го, это российская армия. Оказалось, сборище немотивированных болванов, неподготовленных вообще к работе, приехавших к нам на ржавой технике, четырех модификаций. Вдобавок озлобленные, тупые стадо, такое фашистская орда настоящая. Потому, что то, что они вытворяли в наших мирных городах, временными захваченных, это просто ужасно. Это фашисты такого не делали. Скажите, пожалуйста, это отражение российского общества, вот то, что мы увидели? В какой-то степени да, ведь общество неоднородно. Одни люди живут в Москве и в Петербурге, допустим, но это всего два города. Другие люди живут где-нибудь там в глубинке. А эти вооруженные силы в основном-то берут из глубинки. Это те люди, которые живут там еще в 18 веке, когда поэт писал прощай, немытая Россия. Это люди, которые не знают, что такое унитаз, которые не знают, что такое газовое отопление. То есть, когда они попали в украинские села, города, для них многое было в диковинку. И они были возмущены тем, что они увидели, понимаете. И им-то рассказывали 20 лет, что они великие, что страна ого-го. А вот оказалось, понимаете, то есть, приехала, я вам скажу так, значит, вот если вкратко, что какая армия к вам пришла? Пришла армия, это было быдло масса. Вот. То есть, есть другие, есть 15% населения, которое составляет в каждом государстве где-то от 15 до 20 примерно процентов это элита. Остальное это плебс. А этих набрали, это быдло масса. Ну вот, то есть, быдло масса, она жестокая, она злая. Злая, что жизнь у них не удалась. И она готова за это мстить всему остальному миру. А тут сосед у них есть. Причем этот сосед, он, в отличие от них, он свободен. Это свободный народ, свободные люди. Тем более, они их за это ненавидят. Ну, в общем, орки, орки. Вот что к вам пришло. Юрий Борисович, скажите, вот успехи украинской армии дают нам надежду на то, что мы перемелим этих орков? Или у них там в России этих орков еще очень много и техники заодно тоже? Я очень надеюсь, я бы сказал, ну, уверенность, понимаете, уверенность, я не скажу на 100%, всегда надо ставить какой-то процент на, Бог его знает, на неожиданность. Но, так, глядя на то, что происходит в Украине, вокруг Украины, я считаю, что Украина должна победить в этом. Враг должен быть повержен. Ну, это не значит, что надо зайти в Москву, удастся зайти в Москву и сжечь Кремль. Нет, это нет. Я думаю, это не стоит. Они сами себя, этот режим сам себя удавит и сам себя уничтожит. Больше вреда, чем Россия сделал Путин, не могут сделать все спецслужбы мира вместе взятые, если бы захотели. Это будет поражение, я считаю, на поле боя в Украине, после которого вооруженные силы России не смогут оправиться, ну, так, минимум 10-20 лет. Потому, что в результате санкций у них уже военно-промышленный комплекс остановился. Все, что они потеряют. А потеряли, я вам скажу, Вермахт в июне 41-го года вошел по плану Барбаросса в Советский Союз, имея 3000 танков. Сколько было уничтожено орковских танков за полтора месяца? Более 700. То есть, 25% того, с чем зашел Вермахт и дошел аж до Москвы. А тут они, вы знаете, где они застряли. То есть, удар по ним был нанесен колоссально. В результате санкций военно-промышленный комплекс Российской Федерации превратится в военно-промышленный комплекс 20-го века, а не 21-го. То есть, они не смогут технически тягаться больше. Ну, и они понесут, сейчас же погибают. Это к вам пришла первая волна армии российских вооруженных сил, которые наилучшим образом были подготовлены. Наилучшим образом мотивированным, насколько они могли быть мотивированы. Каждая следующая волна будет хуже предыдущей. Вот это и будет поражение. И я верю, что Украина его нанесет. Тем более, я смотрю позицию Соединенных Штатов. То есть, здесь, я вижу, соединились две силы. С одной стороны, это мастерство украинских военных вооруженных сил страны. А с другой стороны, лучшее западное оружие. То есть, оно уже начинает поступать, лучшее западное оружие. Только начинает. Только начинает. Лучшее западное оружие. Дальше, если понадобится, будет более мощное, более современное оружие. Оно будет достаточное для того, чтобы нанести поражение агрессору. То есть, здесь поставлена администрация США, и с этим согласны союзники по НАТО, что стратегия состоит в том, что агрессор должен понести поражение. Продолжение следует...